Вольф Мессинг, менталист-экстрасенс-телепат В своей книге «Я. Телепат» он предсказывал, что в конце второго десятилетия 21 века случится крупный вооруженный конфликт, который перейдет в полномасштабную войну. Главными участниками станут Россия, США и Китай. Попытки каких-либо политических решений ни к чему не приведут. Противники пустят в ход ядерное оружие и уничтожат человечество. Русский религиозный мыслитель, мистик-публицист Владимир Соловьев предсказывал, что будет мощный удар с Дальнего Востока, который сокрушит Третий Рим. Третьим Римом считается Москва. Соловьев в своем произведении «Три разговора об антихристе» четко описывает китайско-азиатское вторжение. Эта армия будет преобладать по численности и захватит сначала Сибирь, потом Урал, а затем и европейскую часть страны. Американский медиум и целитель Эдгар Кейси входил в транс и отвечал на вопросы, которые ему задавали. Записи этих ответов журналист Доротея Кеклен де Безимон собрала в книге «Пророчества Эдгара Кейси». Этот медиум предсказал Великую депрессию в США, две мировые войны. О Третьей мировой он говорил так «К войне могут привести конфликты, вспыхнувшие в Турции, Сирии, Ливии и Египте. Грядут массовые беспорядки среди населения. Причиной станет новое религиозное течение». В конечном итоге война произойдет между странами Азии и Запада. Началом конфликтов станет 2020 год. Английская прорицательница Джоанна Сауткот когда-то предсказала французскую революцию. К Третьей мировой войне можно отнести такие ее слова. Когда на Востоке разгорится война, знайте, конец близок. Американская провидица Джин Диксон. Многие пророчества ее уже исполнились. О нашем времени она говорила, на нашей планете начнутся глобальные тектонические катаклизмы, затем начнутся страшные войны. Сильное землетрясение на Востоке послужит знаком для нападения арабов на Израиль. Эта борьба будет продолжаться в течение 8 лет. Цара Хоффман – знаменитая американская провидцательница, которая предсказала события 11 сентября в Нью-Йорке. В 1979 году она сделала попытку покончить жизнь самоубийством, ее смогли спасти. Во время клинической смерти, по словам Хоффман, ей показали, каким будет конец света. Я посмотрела на Ближний Восток и увидела, как ракета вылетела из Ливии и поразила Израиль, там вырос большой гриб. Я знала, что на самом деле ракета была иранской, но люди из Ирана прятали ее в Ливии. Я знала, что это была атомная бомба. Почти сразу же ракеты стали лететь из одной страны в другую, это быстро распространялось по всему миру. Я также видела, что многие взрывы были не от ракет, а от каких-то бомб. Я знала, что в будущем будет ядерная война по всему миру и как она начнется. Американец доктор Самуил Докториан повествует о своем видении на острове Патмос в Греции в 1998 году. Я увидел ангела, поднявшего серп. Он двигал его над странами Ближнего Востока. Я видел Иран, Персию, Армению, Азербайджан, всю Грузию, Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию, Израиль, всю Малую Азию. Все эти земли были покрыты кровью. Я видел огонь. Против многих этих стран было применено атомное оружие, повсюду поднимался к небу дым. Сильные разрушения люди уничтожали друг друга. Я слышал слова «Израиль, о Израиль, настало время Великого Суда». Ангел сказал «Избранные церковь и остаток народа будут очищены. Дух Святой будет подготавлять детей Божьих. Это последний суд. Моя церковь будет очищена, сохранена и приготовлена к последнему дню. Люди будут умирать от жажды. Во всем Ближнем Востоке будет очень мало воды. Реки высохнут, и люди в этих странах будут вести войну из-за воды. Ангел с серпом соберет жатву». Дмитр Тарабич – неграмотный сербский крестьянин, который диктовал свои видения местному священнику. Дмитр предсказал убийство сербского короля, победу СССР во Второй мировой войне, а также изобретение телевидения и интернета. С помощью устройства человек сможет видеть все, что делается повсюду в мире. Мир и изобилие, в которых все станут жить после Второй большой войны, будут не более чем горьким обманом, потому что многие забудут о Боге и станут поклоняться лишь человеческому разуму. Невозможно будет отличить мужчину от женщины. Все станут одинаковыми. Прогресс отравит природу, в злобе люди начнут рассеивать над водой болезни, и народ начнет умирать без счета. Жители начнут бежать из городов, станут искать некую гору с тремя крестами, чтобы спастись на ней. Но многие погибнут от голода и отравленной еды. Начнется еще одна война, в которой самый великий и злобный будет сражаться с самым сильным и отчаянным. Ученые изобретут самые разнообразные и странные пушечные ядра. Взрываясь, они вместо того, чтобы убивать, будут заколдовывать все живое. По описанию Тарабича, эти пушечные ядра – не что иное, как атомное оружие. Эта третья война не затронет лишь одно государство – страну на самом краю света, окруженную великими морями. Вероятно, речь идет об Австралии. Альберт Пайк – один из лидеров масонства, основатель церкви Сатаны. Он поведал, что в августе 1871 года в Чарлстоне собрался Верховный Совет, состоящий из 11 главных масонов, на котором была принята программа организации трех мировых войн, разработанная Альбертом Пайком. Согласно этой программе, Первая мировая война должна была быть развязана для того, чтобы поставить царскую Россию под контроль масонов, для чего потребовалось свергнуть в России царя. Вторая мировая война должна была осуществляться через манипуляции немецких националистов и политических сионистов для создания в Палестине государства Израиль. Третья мировая война должна начаться на Ближнем Востоке из конфликта между арабами и израильтянами и закончиться она должна уничтожением мусульманского мира и установлением всемирной власти мирового правительства. В третьей из этих войн в ходе противостояния между сионистами Израиля и исламскими лидерами эти страны взаимно уничтожат друг друга. Другие же государства, приняв ту или иную сторону, будут воевать до полного физического, нравственного, духовного и экономического распада. После чего мы спровоцируем гигантское социальное потрясение, ужасы которого покажут всем гибельность безверия. Революционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшееся в христианстве большинство получит от нас истинный свет учения Люцифера. Все это Альберт Пайк описал в вышедшей в 1871 году книге «Мораль и догма», которая среди масонов получила название «Масонской Библии». Пайк признавался, что написал эту книгу под диктовку сатаны. Священник Варфоломей Хальсхаузер был известным вручевателем, имел экстраординарные способности. Он написал несколько книг, включая видения. Некоторые из этих предсказаний уже сбылись. О 21 веке Хальсхаузер писал «Это злое столетие, полное опасностей и бедствий. Ересь есть везде, ересь везде и у представителей власти. Бог позволит великое зло против его церкви. Еретики и насильники придут внезапно и неожиданно. Они будут врываться в церкви, вступят в Италию, и Рим будет лежать посреди отходов. Они будут сжигать церкви и уничтожат все». Еретиками и насильниками Хальсхаузер называет мусульманские войска, которые вторгнутся в Европу. Из-за страшной войны Германия будет стенать, а Франция будет причиной всех бед. В Германии будет очень много раненых, все будут нищими. Англия должна много страдать. Короли будут убиты. После ужасного опустошения в Англии мир будет восстановлен, и Англия вернется к католической вере с большим рвением, чем раньше. Согласно пророчествам Хальсхаузера, после этого придет новый период, в котором встретятся двое могущественных. Большие изменения произойдут такие, какие никакой смертный человек не ожидал. Небеса и ад будут противостоять друг другу в этой борьбе, старые государства погибнут. И свет, и темнота пойдут друг против друга с мечами, но это будут мечи другого вида. С этими мечами будет возможно разрезать небеса и раскалывать землю. Большой плач пройдет через все человечество, и только маленькая часть людей переживет шторм, мор и ужас. И никто из этих двух противников не победит и не будет побежден. И оба могущественных лягут на землю, и появится новое человечество. В это новое время миром будет править один великий монарх, продлится это до прихода Антихриста. Дальнейшие события священник предсказывает так. Антихрист придет как мессия из земли между двумя морями на востоке. Родится в пустыне, будет ложным пророком и лжецом. Начнет свою службу на востоке в качестве солдата и религиозного проповедника, когда ему исполнится 30 лет. Антихрист и его армия захватит Рим, убьет папу, займет его трон. Евреи, зная из Библии, что в Иерусалим придет мессия, будут принимать Антихриста как мессию. Он сможет летать. Его полет начнется с горы Голгофы. Он скажет, чтобы толпа схватила Еноха и Илью и убьет их еще раз. Еноха и Илья – это два библейских пророка, которые были забраны Господом на небо живыми и, согласно откровению Иоанна Богослова, снова придут на землю в последние времена. Они будут призывать не принимать печать Антихриста, за что и будут им убиты. Мишель Нострадамус Он написал 1102 катрена с пророчествами. Часть из них посвящена Третьей мировой войне. В Аравии счастливый тот родится, могучий, чей закон магометанский, встряхнет Испанию гренадо покориться и после поморю на берег регистанский. Здесь Нострадамус предсказывает появление в мусульманском мире сильного лидера, который сумеет сплотить мусульманские страны и разрушить мировое устройство, существовавшее до него. Он будет родом из Аравии счастливые, ныне это Йемен. С востока движется дух пуницистский. На Агрию и Семера Мулита. Воинственный дух надвигается на Агрию. Это Южная Европа, Семера Мулита, Испания, Франция, Италия. В ходе этого нашествия пойдет Париж, находящийся недалеко от слияния рек Сена и Марна. Великий град в руины обращенный. Всех жителей лишен до одного. Не будет долга жизни даже знака. Где сено с Марную соединясь текут? Но у европейцев тоже появится свой лидер, который изменит положение дел на военной арене. Он противостоит лидеру мусульман. В Европе западной, в ее глубинной части. Дитя родится у простых людей. Прельстит он массы глазом, полным страсти. В восточном царстве слава и всех сильней. Его Нострадамус называет царем Европы. Придет, подобно грифу, царь Европы. А с ним и те, кем правит Аквилон. Возглавит белых он и красных скопы. И поведет их в бой на Вавилон. Дело в том, что в средние века, когда жил Нострадамус, Аквилоном называли русские земли. Получается, что русские войска совместно с европейскими примут участие в битве при Вавилоне. Это современная территория Ирака. Вместе они смогут одержать победу над мусульманами. Дух паницийский западом разбит. Ганг, Инт, Луара, Тахов перемене. Упрямец голод лютый утолит. Потопит флот, тела в кровавой пене. Восток и запад Средиземноморья будут воевать друг с другом. Перечисляя реки, Нострадамус указывает районы этих военных действий, начиная от Португалии, Таха и Франции, Луара и заканчивая Индией, Инт и Ганг. Еще одно пророчество о Третьей мировой войне. Вода и суша содрогнутся снова. Невиданная битва будет в море. Огонь и зверство. Мир не знал такого. Живой огонь, таящий смерть, освобожден. Внутри шаров и страшный, и ужасный. В пыль ночью флота в город обращен. Огнем объятый город. Враг согласный. Здесь, видимо, речь идет о применении ядерного оружия на морской флот. Закончить эту цепь бесконечных войн и кровопролитий, должен очистительный огонь. Причиной послужит небесная комета. За страшным бедствием, куда страшнее следом. Вседержитель столетия обновляет. Быть крови, гладу, мору, бедом. Звезда, хвостатая, на небесах сияет. Когда исчезнет два больших светила? Чему меж мартом и апрелем быть? О, ужас! В весеннее время Нострадамус предрекает исчезновение солнца и луны. Вся земля повергнется в холод и сумрак. А в мае, когда солнце находится в созвездии Тельца, во всем мире случится катастрофическая сила землетрясения. Тельцом охватит солнце. Вздрогнет вся земля. Театр великий весь в развалинах падет. Твердь? Воздух? Суша? Тьмой задернутся бурля. Святым не веривший и к Богу воздает. Театр великий, это театр жизни, закончится. Так погибнет наша цивилизация. Иоанн Иерусалимский, монах-бенедиктинец. С 1100 года жил в Иерусалиме и, возможно, был членом Ордена Тамплиеров. Он написал тайный реестр пророчеств, где рассказал о событиях в начале третьего тысячелетия, то есть о нашем времени. Когда придет тысячелетие, за нынешним тысячелетием вас след. Все золото окажется в крови. Рассматривающий небо деньги там увидит. А кто в собор взойдет, тот встретит там торговцев. В ростовщиков именял превратятся вассалы, меч станет защищать змею. И огонь всполыхнет, в каждом городе будут Содом и Гамора. Все, что перечисляет Иоанн Иерусалимский, происходит в наше время. Беззаконие. Безверие. Многие церкви стали магазинами. Появляется все больше геев и трансгендеров. Когда придет тысячелетие, за нынешним тысячелетием вас след. Голос о законе и клятве кричащий. Больше не будет услышан. Голос о вере в Христа молящие останется глазом в пустыне. И мощные струи неверных религий. Хлынут все затопив. Ложный мессия сплотит вокруг себя слепых. Придет неверный, неся с собой оружие. Как прежде никогда. Он будет говорить о справедливости и праве. Его вера будет жаркой и разящей. И будет мстить он за крестовые походы. И снова предсказание об антихристе. Ложный мессия будет иной веры. Мусульманской. Он поднимет арабский мир на войну. Когда придет тысячелетие, за нынешним тысячелетием вас след. Луч солнца опалит всю землю. И воздух не сможет больше от огня его укрыть людей. Останется лишь только занавес дырявый и свет, сжигающий разъезд глаза и кожу. Море вспенится кипящую водою. Города и реки собою покроют. Уйдут под воду даже континенты. А люди убегут на горы и там, начав плодиться, совсем забудут, что произошло. В этих строках говорится о какой-то космической катастрофе, после которой солнечный свет станет нестерпимым для людей, даже моря закипят и затопят континенты. Укрыться можно будет только в горах. Когда придет тысячелетие, за нынешним тысячелетием вас след. То земли станут добычей войны. По ту сторону римского предела и даже. В бывшей римской власти люди будут резать глотки друг другу. А хватит всех война племен и вер. Евреи и дети Аллаха не оставят. Попыток побить друг друга. Земля Христа предстанет полем битвы. Неверные везде и всюду чистоту. Свои идеи защитить хотят. Сомнения и силы встанут против друга. А смерть пойдет вперед. Как знамя новых тех времен. Эритрейская Сивилла предсказательница, которая предрекла начало Троянской войны, падение Трои и что Гомер напишет ложь. Она довольно точно предсказала основание Рима и его разрушения, а также пришествие Искупителя. Эта Сивилла известна как автор многих предсказаний, касающихся будущего разных стран и народов. По преданиям, Сивилла везде носила с собой обнаженный меч и очень красивое яблоко, которое иногда бросало на землю. Возможно, этот фрукт помогал ей увидеть будущие события. До нас дошли несколько книг Сивилл неизвестных авторов. В них собраны многие пророчества. Есть и о Третьей мировой войне. В Лидии вздрогнет земля, и Персия вся сокрушится. Сколько несчастья Европу и Азию тут ожидают. Царь Сидонский и много других владык кровожадных. За море смерть понесут с собою, на Самос и дальше. В море много земли, потоки кровавые смоют. Лидия и Персия, о которых говорится в первых строках, это территории Турции и Ирана, там случится большой природный катаклизм, разрушащий эти страны. Сидон – город-государство в Древней Финикии. Сейчас это город Сайда в Ливане. Получается, после катаклизма, ливанский лидер совместно с другими, возможно с африканцами, вторгнется на территорию Греции, остров Самос и других европейских стран, расположенных на побережье Средиземного моря. В следующих строках говорится о разрушениях в Сирии и северном городе Египта, Фивах. «Ныне же я по тебе, несчастная Сирия, плачу. Разум оставил вас, Фивы, нависли ужасные звуки. Громко взывающих флейт, труба им грозная вторит. Так что увидите вы поверженный в прах вашу землю». В прорицаниях Севиллы и Эритрейской описаны многие будущие войны в странах Средиземноморья и на Ближнем Востоке. Египет, Иран, Ирак, Турция, Азербайджан, Греция, Италия. Арабские, африканские страны. «Время наступит, и все, что я предрекла, совершится». Эллины снова тогда друг на друга подымут оружие. Тут асириец восстанет, медиец с тяжелым колчаном. С ними персы, арабы, индийцы и сицилийцы. Также фракийцы, вифинцы и те, кто у нильских потоков. Край населяют весьма плодородный, но с бешеным шумом. Войны обрушит на них бессмертный бог, и внезапно. Муж асирийский придет, эфиоп незаконно рожденный. Зверя в нем будет душа. Разрубит он перешеек. И, озираясь кругом, через море переплывет он. «Много бед тебя ждет, Эллада неверная, вскоре». Сколько стена не издашь, ты, земля, несчастные Эллады. Минет семь лет, и еще их восемь десятков свершится. Страшные войны племен превратят тебя в нечистоты. Вновь македонцы сулят Элладе несчастье и горе. Гибель фракии всей и труд тяжелой ареи. Суша и островам и любящим войны. Греции, земля Эллады, предрекаются длительные 87 лет гражданские войны. Македонцы в древности занимали часть северной Греции. Они принесут горе Фракии. Это греческий регион на северо-востоке и западный в Турции. И у ареи, которая занимала западные земли современного Афганистана, будут тяжелые времена. Эфиоп незаконно рожденный, определенно это Антихрист. Вспыхнет звезда на заходе, она наречется кометой. Вестницей станет она сражений, голода, смерти. Гибели славных вождей и прочих людей знаменитых. Знаменья будут тогда даны величайшие смертным. Течь прекратит Тенаис в Меотиду струей многоводной. Знаками приближения апокалипсиса, по предсказаниям Севиллоэритрейской, станет комета, а также то, что река Тенаис, теперь это Дон, засохнет и перестанет течь в Азовское море. Евреи будут расплачиваться за то, что распяли Иисуса Христа и примут учение Антихриста, погибнут в битве при Армагеддоне и во время Страшного Суда. Пьяный Израиль тогда ни во что не сможет проникнуть. На ух и туг он никак не ответит, от хмеля тяжелый. Но когда на евреев Всевышний гнев свой обрушит, медкоразящие веру у их народа отнимет, из-за того, что они распяли Божьего Сына. В славе Христос и с Ним безупречные ангелы вместе. Он одесную восядет великого Бога и станет. Праведно живших судите людей, прозябавших в нечестие. Дружный с самим Всевышним придет Моисей облеченный. Плотью, как в жизни, а с ним Авраам предстанет великий. Тут Исаак и Иаков, затем Иисус с Ильёвою. Аввакум, Даниил и он, и кто от евреев приняли смерть, будут здесь. И все евреи погибнут. В этих строках описывается Страшный Суд, для которого Христос, Моисей и другие библейские пророки снизойдут на землю. Горе, о горе тебе, несчастное злобное море. Все тебя пламя пожрет, людей ты погубишь волнами. Ибо такой на земле пожар забушует, что воды станут огнем, потекут и землю бескрайнюю сгубят. Горы заставят они пылать, ключи и потоки. Мир же со смертью людей прекрасный свой облик утратит. Предыдущее божественное очищение земли было с помощью воды, всемирный потоп. Теперь же предрекается, что события Третьей мировой войны приведут к очищению мира огнем, море как огонь. А вот что думали о временах Третьей мировой войны и после нее русские старцы. Святой Лаврентий Черниговский В последнее время бесов в аду не будет. Все будут на земле и в людях. Будет страшное бедствие на земле, даже воды не будет. Это бедствие будет длиться три с половиной года. Потом будет всемирная война. Будут такие сильные бомбы, что железо будет гореть, камни плавятся. Огонь и дым с пылью будут до неба. И земля сгорит. Людей останется очень мало, и тогда начнут кричать «Долой войну!» Давай изберем одного. Поставить одного царя. Выберут царя Антихриста, который будет рожден от блудной девы, еврейки 12-го колена блудодеяния, царского рода и будет красивый для нечестивцев. А благочестивые увидят его страшно ужасным. Евреи из России выйдут встречать в Палестину Антихриста, и в России не будет ни одного еврея. В России будет процветание веры только на малое время. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. А ходить в те храмы нельзя будет, так как там будет все сатанинское сборище. Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном храме с участием духовенства и патриарха. Он своих людей будет штамповать печатями. Печати будут такие, что сразу видно будет, принял человек или нет. Будет ненавидеть христиан. Сразу начнется гонение на христианскую душу на земле Иерусалимской, а потом по всем местам земного шара прольется последняя кровь за имя нашего Искупителя Иисуса Христа. И война третья всемирная уже будет не для покаяния, а для истребления. Из вас, чадо мои, многие доживут до этого страшного времени. Прозорливец и старец Серафим Вырицкий Еще в 1927 году он предсказал Вторую мировую войну. После войны людям, радовавшимся ее концу, старец Идзрек. Нет, это еще не все. Еще будет страху больше, чем было. Вы еще встретите ее. Серафим Вырицкий считал, что Китай при поддержке Запада захватит Россию. Схиархимандрит Христофор Тульский старец В церкви будет резкое охлаждение ко всему. К молитве, к покаянию, к вере. А храмы будут украшать, знаете как. А этого не надо будет. Нужна будет только молитва. Открыли храм, создали условия, чтобы можно было молиться. Все, не надо разукрашивать. Это все прельщение сатанинское. Нам-то душу спасти, а не красота нужна. Крестов не будет. Сначала пропадут монашеские кресты, потом маленькие нательные кресты. Будет Третья мировая война для истребления. Останется очень мало людей на земле. Россия станет центром войны. Войны очень быстрой, ракетной, после которой все будет отравлено на несколько метров в землю. И тому, кто останется жив, будет очень тяжело, потому что земля уже рожать не сможет. Как пойдет Китай, так все и начнется. Выдающийся греческий старец Георгий, известный своей прозорливостью. Он жил в Грузии, Армении и России, прежде чем провести большую часть своей жизни в Северной Греции. Старец предсказывал военный конфликт Израиля и Ирана, где США окажутся на стороне Тель-Авива, а Россия на стороне Тегерана. Результатом его станут разруха, голод и грабежи. Один из самых почитаемых греческих старцев, монах святой горы Афон, Паисий Святогорец утверждал, люди не смогут жить в городах и будут из них уходить из-за натиска цивилизации. Раньше война приносила людям смерть, а сейчас цивилизация приносит им болезни. Воры и разбойники не будут более промышлять в горах. Они будут жить в городах, одеваться как обычные люди и приходить среди бела дня, чтобы обворовать вас. Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру. На Ближнем Востоке развернутся конфликты, в которых русские будут участвовать. Прольется множество крови, и китайцы, обладая огромной армией в 200 миллионов солдат, пересекут реку Ифрат и дойдут до Иерусалима. Когда услышите, что воды Ифрата турки перекрывают в верховьях плотиной и используют их для орошения, тогда знайте, что мы уже вошли в приготовление Великой той войны. И таким образом приготовляется путь для 200 миллионного войска от восходов солнца, как говорит Откровение. Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу, возьмут Константинополь, то есть Стамбул, и отдадут его Греции. В храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение. Турция распадется на 3-4 части, потому что треть турок станет христианами, треть погибнет и треть направится в Месопотамию. Туркам придется расплачиваться за то, что они заняли эту землю без благословения Божия. Их конец уже близко, и вы до этого доживете. После войны руководить Европой будет не только США, но и Израиль. Евреи, поскольку будут иметь силу и помощь европейского руководства, обнаглеют и поведут себя с бесстыдством и гордостью, и постараются управлять Европой. Они будут строить многие козни, но через гонение, которое последует, христианство всецело объединится. А приближение этих событий будет свидетельствовать разрушение мечети Амара. Теперь у евреев появится возможность воссоздать храма Соломона, ибо именно на этом месте он был возведен. Третья мировая война даст начало пришествию Антихриста. Антихрист не может явиться ранее, чем будет восстановлен Иерусалимский храм. Что касается мечети Амара, то имеется в виду мечеть Аль-Акса, расположенная в Иерусалиме на горе Мариа, где когда-то стоял знаменитый иудейский храм, храм Соломона. Согласно Библии, он может располагаться только в этом месте, а почитаемая во всем мире как священная реликвия, стена плача считается оставшейся частью второго храма. Бог явился Соломону после того, как он закончил строительство храма и заявил, что услышал молитву и мольбу, которую Соломон произнес перед ним. Бог сказал, что его глаза и его сердце всегда будут там, в этом храме. Поэтому именно храм Соломона является самым главным божьим храмом, он дважды строился и дважды разрушался. Об этом храме упоминает Ипполит Римский, говоря о Христе и Антихристе. В образе человека явился Господь, в образе человека придет и он. Воскресил и показал Спаситель свою святую плоть, как храм. Восстановит также и он, имеется в виду Антихрист, каменный храм в Иерусалиме. Чтобы поставить храм Соломона, надо разрушить мечеть Аль-Акса. Но если в Израиле разрушат эту мечеть, то мусульмане этого не простят, поскольку связывают с этим местом вознесения на небеса пророка Мухаммеда. Пастор Дэвид Вилкерсон, которого называли врагом Америки, предсказал события 11 сентября – войну США в Ираке и в Афганистане. В 2001 году, будучи в Москве, говорил. «Я предрекаю полный экономический развал США. Мне было такое видение. Нью-Йорк, 42-я авеню. Молодежь поджигает автомобили, кругом бунт, своеволие анархия. Как ты можешь такое говорить?» Часто мне задают этот вопрос. Отвечаю, я знаю немного Америку и ее молодежь. Америка и особенно ее молодежь хочет жить так, как она давно привыкла. Сыто, вольно. Богато, комфортно. Но Америка станет совсем другой и уже не сможет им всем этого обеспечить. Тогда они будут просто заходить в магазины и брать все, что им нравится. Сотни тысяч людей потеряют свои дома, штаты покроют ужас. Гора долгов уже сегодня острая проблема Америки, особенно молодых людей. Не менее половины Америки – это те люди, которые просто живут в долг. Бесконечно долго это не может продолжаться. Америка падет за одну ночь, и это падение отразится на всем мире, и весь мир будет жить в страхе. Во всем этом коллапсе обвинят евреев, и всплеск ненависти к ним совпадет с падением США, которые вот уже 50 лет являются самым главным партнером и покровителем Израиля. Падение США произведет невиданный доселе всплеск ненависти к Израилю, а все демонические центры антисемитизма резко усилят свою деятельность и будут вести себя. Нагло, развязно и дерзко. Вы не верите всему этому? Тогда просто дождитесь того момента, когда по телевизору покажут то, как евреи взорвали мечеть Аль-Акса и стали строить на ее месте, на горе Мариа, третий храм. Тогда вы по своему телевизору увидите все то сбывающимся. А когда вы это увидите, тогда умоляю вас, помогите всем евреям, которые есть вокруг вас, доехать до Израиля. Что сказать о России? Могу сказать очень серьезно. Вы увидите настоящие клыки русского медведя только тогда, когда упадет США. Тогда вам придется спасать всех русских евреев уже как бы из огня. Мефодий Потарский. Христианский богослов, толкователь священного писания. В своем откровении он подробно описывает нашествие и бесчинство сынов Измаила, то есть арабов-мусульман. Это знаменует собой наступление последних времен. Затем настанет гибель царства Персидского, когда поднимутся сыновья Измаила от Агаре и нападут на царство Римское, когда приблизится кончина и не останется больше времени. В последнюю же тысячу лет искоренится царство Персидское и войдет в него семя Измаилова, бывшая в Ефриве, это Аравийская Медина и ее окрестности. В том же Гаваоне падут от острия меча сынов Измаиловых все силы эллинские, то есть римские. И как они победили силы еврейские и персидские, так и сами падут от острия меча семени Измаилова. Перед этим постигнут землю четыре язвы, пагубы и губительства, тлен и запустения. Имеется в виду четыре язвы, это смерти, мор, разврат, разорение, а после этого мусульманские войска победят европейские, которые в свою очередь раньше уничтожили Израиль и Иран. Также не за то, что любит Господь Бог сынов Измайловых, даст им силу покорить всю землю христианскую, но за беззаконие их, христиан, и дела их. Далее Мефодий Потарский пишет, из-за чего Господь разгневался на христиан, ибо не было бы той скорби, которая будет по всей земле, если бы мужи не уподобились блудливым женщинам, и облачились в одежды их, и не ходили бы открыто по городским улицам и торжищам. Ибо жены их переменили женский свой образ на мужской, также и мужи естество свое на женское, и развратились в похотях своих друг с другом, мужи с мужами делали бесстыдство. И достойное возмездие падет на них, когда Бог придаст их в руки варваров. Описывается и судьба некоторых стран после нашествия арабов-мусульман. В скорби же Исмаилидской будут люди в мучительном уничижении, не имеющие надежд на спасение или избавление из руки измаильтян, ибо те унизят их и оскорбят, хвалясь победами своими. Они опустошат Пирейду и Романию, Киликию и Сирию, Африку и Сицилию, Каппадокию и Исаврию, а также и живущих близ Рима. И острова, красующиеся словно женихи, и богохульно скажут, не избавятся христиане руки нашей. В 1947 году в районе Мертвого моря и пещерах Иудейской пустыни были найдены свитки, датируемые периодом с 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры. Они были названы кумранскими рукописями, а также свитками Мертвого моря. В этих рукописях имеется пророчество о войнах, которые предстоит вести Израилю перед последней битвой при Армагеддоне. Противниками их в сражениях станут арабские страны и народы Африки. Об этом же написано и в Откровении от апостола Луки. Когда же увидите и Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. В видениях пророка Даниила сказано, тогда внезапно восстанет на них царь Эллинский, то есть римский, с яростью великой. Пробудится как человек, вставший ото сна, как бы от возлияний. О нем думали люди, что он мертвый и ни на что не годен. Тогда придет он к ним, измаильтянам, от моря Эфиопского, то есть от Византия. Получается, что появится в христианском мире царь, который сначала был безвольным, а потом ему удастся победить сынов Измаила. И обернувшись, царь соберет народ из разных племен и нанесет Измаилу раны великие в краях Меандра. И опять завяжет с ними бой в Хартакеране и сокрушит их там. И другие четыре битвы даст им, опустошая и истребляя их. Умиротворится земля, опустошенная ими, и возвратится каждый в землю свою, в наследие отцов своих, в Армению, Киликию и Саврию, Африку, Эладу и Сицилию. Все освобожденные из плена возвратятся в отечество свое. Наполнит люди землю опустевшую и размножится, как саранча египетская. Аравия же опустошена будет огнем, Египет сожжен будет, а Поморье останется в мире. И падет вся ярость царя римского на отрекшихся от Господа нашего Иисуса Христа. Меандр и Хартакеран – это места, которые, предположительно, находятся на территории Турции. А царь римский будет из государства, в котором вера христианская будет сильна и непоколебима. Откровение святого апостола Иоанна Богослова В нем описаны события последних времен и Судный день. Это откровение Иоанн Богослов познал от самого Иисуса Христа. Согласно откровению, последняя битва, Армагеддон – это место битвы добра со злом, начнется она у реки Ефрат. Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате». Толкователи откровения Иоанна Богослова предполагают, что четыре ангела, освобожденные при реке Ефрат. Это четыре страны, по территориям которых протекает эта река. Это Сирия, Турция, Ирак и Иран. Эти государства уничтожат треть населения Земли. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. В современном Израиле место Армагеддон известно как Мегида. Это холм в западной части Изриельской долины, на территории Израиля. Когда круг мировой истории замкнется, то именно здесь должна произойти и последняя битва. В битве Армагеддон будут принимать участие многие страны и народы. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям Земли всей Вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Эта война будет направлена против христиан и против иудеев, то есть против всего народа Божьего. Об антихристе Иоанн Богослов описывает свои видения так. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен Барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Дракон, упоминающийся здесь, это дьявол. Он наделит антихриста своей силой и властью. Сын Господа и сын дьявола будут противостоять в последней битве. В результате Армагеддона войско антихриста будет уничтожено пришедшим Христом. Дьявол, звери, лже-пророк будут брошены в огненное озеро. Ну а затем будет страшный суд. Почти все предсказания говорят о том, что Третья мировая война станет катастрофой такого масштаба, после которого дальнейшее существование человечества будет практически невозможно. Даже гениальный ученый-атеист Альберт Эйнштейн был в этом убежден. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертое – палками и камнями.